привет всем я некоторым образом все еще в разъездах тут вот приходится по работе так что у меня интернет такого достаточно хорошего чтобы спокойно стримить нету так что выхожу в записи но держу руку на пульсе смотрю что нового появилось что там что могу комментирую планирую субботу так что не теряйтесь на субботу естественно не мог не посмотреть и не среагировать на неудобных очередных и знаете эта передача в общем-то была я бы сказал нестандартная для неудобных конечно как они в общем тему не умели раскрыть так и не умели но гость оказался в общем-то нетипичный для них я бы сказал нетипично адекватные для этой передачи и собственно многое что героиня там говорила вот приглашенная да из там на себя называет биологом и научным журналистом я честно так и не понял вот из из рассказа занимается ли она какой-то практической научной деятельностью или после обучения как закончил так собственно дальше была только журналистика но это наверно скорее детали по крайней человек скажем так в теме в профессиональной в определенной очень такой интересной теме достаточно и актуальные и больной на сегодня и говорил то на вещи в общем-то ну скажем так противоположные тому что часто говорится на вот этой самой злополучной передачи я думаю сами собственно участники это поняли да эти и зрители услышали то есть она говорил наоборот собственно но естественно не без обычных конечно же вещей которые тоже стоит все-таки остановиться естественно у нас даже видимо не знаю но я уже знаю что и профессор социологии у нас странно себе представляет что такое патриархат например поэтому ну тут было более-менее обычно человек биолог принципе ему этого знать не положено и незачем и вообще чувствуется когда человек выходит за свою профессиональную сферу тут же у него ну в общем то скажем так обывательские или около обывательские представления то есть но некоторые разумные равновесия вот например касаемо там если различие у мужчин и женщин человек опять же биолог поэтому он ну как бы не может игнорировать то что он видимо знает поэтому все время такие ну как бы ну вы измените меня сейчас я буду выбирать слова там кто-то даже прокомментировал типа что если как нужно выбирать слова значит разговор закончен нет если нужно выбирать слова это значит что вы находитесь в то что называется biased среде то есть это не есть свободная среда не есть среда для свободного выражения того что действительно думают или того что там на самом деле наука об этом считает у вас есть вещи которые можно говорить которые что называется в повестку дня вклеиваются и вещи которые нельзя говорить и она об этом знает игру и хозяева об этом знают те которые хостят передачу и гости об этом знают и все она всего лишь заявила об очевидном да мне приходится выбирать выражение все мы все поняли я все понял потому что если просто говорить как есть то вероятно просто бы вообще на эту передачу не позвали кстати говоря неизвестно позовут ли снова большой вопрос потому что тут в общем гости наговорил такого что могут и это самое поставить либо в стоп-лист либо долги ящик отложить на будущее опять был разговор там про значит кто у нас изобретатели что вот есть целый список жить там женщины изобретений известных женщин ну я свою очередь только могу лишний раз сказать что все эти изобретению именно поэтому собственно это является темой которая люди поднимают слух потому что все эти изобретения умещаются в рамках ну примерно одной статьи википедии я думаю сложно себе представить да чтобы мужские изобретения можно было в одну статью википедии вот и ну и собственно там опять же героиня в общем правильно сказала что типа вечно напоминают одних и тех же кюри ковалевская ада лавлейс там не было прямо сказано что ада лавлейс забыла программирование но я так подозреваю они это в общем подразумевали наверное вот на всякий случай я делал отдельный подробный каст про историю с ада лавлейс не умаляя ее заслуг но в то же время так сказать не приписывая лишнего того чего она явно не делала так что ссылку оставлю кто не видел посмотрите там я постарался собрать более-менее такие ну скажем объективные данные что что реально ада лавлейс сделал и в чем мое достижение состояла странноватый мне показалось позиция тут все таки ну понятно во первых женщина во вторых я думаю просто так бы не позвали на эту передачу все-таки на этой передачи мы пока не видели скажем елену тимошина потому что как бы когда у них ну действительно расхождение мягко говоря во взглядах диаметральное ну вряд ли вы этого человека там увидите в гостях когда речь зашла про значит как выровнять то есть тема то была вообще-то изначально тема была заявлена как нас женщина в науке на всякий случай даю ссылку на свои старинные так сказать каст интервью вот мы писали с нашим под с моим подписчиком да мы с ним вместе ездили на этот на забег это было в ростове что ли в ростове по моему мы там записали такую ну прогон про что такое деятельность научная вот такая серьезная там была как бы был раздел то что гость рассказывал он говорил там и про сравнивал по крайней в своей среде там в своей специальности сравнивал как ведут и что делают чего достигают мужчина и женщина и здесь про это тоже речь шла ну естественно область другая но тоже такая достаточно точно научная и вот с рецептами как все это выровнять и надо ли выравнивать в общем тут как тот какой-то мир раздвоение возникло двое двоякое ощущение от гости с одной стороны она говорит как замечательно что в советском союзе были ясли и мой-то ребенок это она просто его ребенка ведь там чуть ли там не забыл какую цифру назвала типа 10 10 что ли с 11 месяцев уже ясли пошел мне лично диковато слушать это как достижение я бы считал что это в общем бедствие если ребенок вынужден просто отдаваться в ясли в возрасте когда он еще там в норме должен был грудь есть но это то есть как необходимость как печальная необходимость определенных обстоятельствах я это могу понять но как крутое достижение социальные да еще и как способ продвижения там не знаю женщину науки мне это слышать диковато но тут же она оговаривается и говорит совершенно элементарные вещи которые любой разумный человек знает что с другой стороны если вы начинаете строить карьеру скобках конечно оставляем что вообще-то это к любой карьере относится про любую карьеру если вы строите любую карьеру тем более карьеру в науке этого там как бы сам по себе стимул карьера так устроена что она ну скажем так очень плохо толерантно к пропускам тем более длительным пропуском за двумя зайцами не угнаться если вы хотите быть нормальным хорошим родителем до который сильно с ребенком занимается они вы не отдали его там какой-то посторонний там няне проясы и так далее сейчас про не они еще тоже два слова скажу то как бы совмещать это с каким-то продвинутыми научными достижениями было бы странно а потом вдруг хоп 40 лет и она тоже так очень мягко сказала вообще-то я могу найти кстати цитаты есть на ютюбе есть канал где репродуктолог женщина там такие рассказывает очень банальные вещи там всякие женщинам там проекова и тогда даже по-моему стриму ведет слышал а такие вещи говорил прямо что если у вас там 40 плюс то ваши шансы общем на детство очень 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 малы по почти никакие а все эти там рассказы против а вот тут а вот такая это там не знаю известная личность забеременела и родила там 43 45 она прямым текстом говорит что вы 99 процентов что вам врут и на самом деле это была в лучшем случае это была донорская яйцеклетка а в худшем случае вообще это была суррогатная мать просто вам про это не расскажут как бы медиа такие не продаются если бы она прям если про это прямо говорить женщину что время 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 окно маленькое реальное репродуктивное окно очень маленькая либо в него надо уложиться либо как бы вы можете остаться ни с чем это будет но как бы большой трагедией является для многих людей которые упустили вот это вот как бы окно да и очень потратили его на другие вещи именно потому что мужчина и женщина не одинаково в своей биологии естественно их как бы социальное поведение является продал продолжением этого является то что они и если как бы из биологии следует их социализации социальное поведение но это же как бы самые очевидные вещи но это вот почему-то запрещено вслух проговаривать как-то осторожно про это было сказано я бы не радовался от этим тоже странно она говорит что типа надо вот значит кроме если есть такой супер рецепт значит няня есть есть в скобочках опять же если вы можете себе позволить что это переводе на русский означает что вы можете позволить себе няню значит у вас есть некая абстрактная женщина которая на своих детей тратить время не может карьеру у нее никакой тоже нет она работает вот на самый самый низкоквалифицированный в общем все знаем да кто кто примерно няни кто воспитатель в детском садах понятно что это ну скажем так не самые особо квалифицированные востребованные люди может кроме каких-то очень особенных рабочих мест как масса имею до моё мнение что и как бы и был про таком мнении остаюсь и поныне что в общем воспитателем детского сада может стать любой вменяемый человек что мужчина что женщина просто как бы обычно такой человек находит какое-то более эффективное вложение для своих там сил умений и знаний и так далее то есть любой практически любой программист я почти уверен за три месяца может стать воспитателем детского сада но никакой воспитатель детского сада не станет программистом за три месяца и даже за три года не станет и даже не факт что за 13 лет не станет вот так что тут тоже надо так вот должна какая-то быть целая армия вот этих вот значит низкоквалифицированных работающих на никакой вот этой работе со сверхурочным графиком естественно потому что у вас не может быть у нее ни график обычный если у вас мама работает полный день если у вас допустим восьмичасовой рабочий день там около час перерыв и около часа дорога в два конца, то банальный 8-часовой рабочий день превращается в 11-часовой рабочий день для няни. То есть у вас должна быть гигантская армия этих вот женщин, у которых нет ничего лучше, чем заняться, нечем больше заниматься, нет своих детей, или они считают, что это второстепенно, то есть они занимаются чужими детьми, а не своими, которые у них в это же время могут быть дома или в детском саду. Ну вот такой странный чудной механизм. И главное, оплата. То есть оплата вот этой мамы условной, которая пользуется услугами няни, должна в несколько раз превосходить. То есть такая система может существовать только на гигантской разнице, существенной разнице в зарплатах. То есть у вас должна быть целая армия, условно, если каждой матери нужна одна няня, грубо, значит, у вас примерно пополам должны быть женщины, то есть половина их должна быть на очень крутых работах работать, иметь карьеру, не знаю, научную или ненаучную. А вторая половина должна нищенствовать настолько, что готова на 11-часовой рабочий день, в общем, за, там, скажем, треть или четверть тех денег, которые получает мама. Вот такое у вас должно быть чудное общество. Мне кажется, это очень странная вещь, чтобы ее двигаться к ней как к чему-то хорошему и желаемому. Очень странно. По-моему, это способ приспособления общества, в общем-то, к околокатастрофическим обстоятельствам, примерно. По многим вещам. По-экономическим, по-социальным, что у вас нет, получается, нормальной ни лестницы, ни карьеры, ничего. Причем плохо будет всем. Мать в науке будет вечно себя понимать где-то на заднем фоне, что она, в общем, как мать не очень. Она, фактически, материнство на аутсорсинг отдала, потому что это дешевле. То есть тебе ни работа толком не приносит удовлетворение, ни полностью от больничных тебе это не избавляет. И с детьми ты не находишься в итоге. То есть дети... Помните, какой плакат был? Весь в няню. Видели плакат на улице? Весь в няню. Да, весь в няню. А в кого еще он должен быть? Ну, может быть, будет воспитательницу детского сада в одной из трех, которые там посменно меняются. В общем, странно это. Вот. И мне, в общем-то, понравилась такая... Это она очень мягкая. Я понял, что она просто не могла прямо сказать. Мне так показалось, что она не могла прямо сказать. Гости. А поэтому она сказала так вот витиевато, как бы логически. Пытаясь логически к этим вот ведущим, у которых сильный байос, мягко выражаясь, есть предвзятость в своих взглядах вообще на все. Она говорит, что как это не так интересно. Вот визуально мы легко отличаем мужчину и женщину. У них все разное. Вообще все разное. Там голос, рост, там вес, там пропорции тела. Там, не знаю, биологи уж точно знают, да, что там кожа устроена по-разному. Я уже там начинаю крениться в сторону книжки Why Gender Matters Леонардо Сакса. Почему пол имеет значение, книжка учебник для родителей. Там все различается. Вплоть до там разного устройства слуха, разного устройства зрения, там разной степени координации. Там все знают про этот трехмерный special test, да, который там мальчики выполняют лучше. Все знают про там лингвистические, то, что по лингвистическим центрам девочки обгоняют сильно, особенно в начальных, там, в младший школьный возраст и десадовский возраст. При этом почему-то у них вот все разное, вообще все разное. Но при этом у них мозг одинаковый. Типа такая политическая. Она хорошо так сказала, достаточно сильно сделала упор на, значит, политике, что, типа, вообще-то неплохо было бы поисследовать на самом деле. А какая есть разница в мозге? Ну, некоторые вроде как исследовали там, я не знаю, Савельева кто знает, тот знает. В общем, вы и так все слышали, все, что он по этому поводу говорил. Казалось бы, нужно исследовать этот вопрос. Насколько действительно различается мозг? А там, к чему человек расположен, не расположен? Ну, как бы, раз уж мы различаем, допустим, там, национальности, типа, да, вот у национальности есть различия, там, про расы очень аккуратно сказали, типа, а что-то и у рас как бы есть различия, и их хорошо видно, эти расовые различия, на, там, не знаю, чемпионате мира по, там, беге на 100 метров. Очень хорошо видно расовые различия. В принципе, точно такие же различия видны и в количестве, скажем, изобретений между мужчинами и женщинами. То же самое, ничего особенного. Но исследовать это нельзя. Нельзя, услуг говорить нельзя. Типа, вас просто съедят. И когда этот вопрос, она этот вопрос не проговорила, естественно, но мы, как бы, все, кто смотрели, я, например, точно понял, что кто съест-то? Съест вот эти самые хостеры, которые сидят за ее, там, спиной, да, на экране. Те, кто ведут эту самую передачу. Такие, как они, блокируют эти вещи, и, так сказать, на прямом уровне, когда просто не выделяют деньги на подобные исследования. И в социальном смысле, когда, как бы, даже если исследование есть, то его толком не озвучишь. А если озвучишь, надо как-то очень все формулировать, обтекаемо, чтобы, не дай бог, кто-нибудь что-нибудь не так понял. Иначе тебе, в общем, будет волчий билет, и твоя карьера на этом научно закончится. То есть цензура действует в науке, в огромной области, фундаментальной области, которая важна для тех же самых, для разработки лекарств. И фактически говорить на нее прямо просто нельзя, потому что цензура. Вот так вот мы, товарищи, дожили до либеральной цензуры, когда все можно, но при этом дохрена чего нельзя. Нельзя думать некоторые вещи, нельзя даже вопросы определенные задавать, и тем более уж никто не будет делать научные исследования. Вот. Но я, конечно, не мог не посмеяться, ну, как посмеяться, так сказать, смех сквозь слезы такой, да, когда они говорят, а вот, значит, все лекарства тестируют там на мужчинах, да, и для мужчин. На полную среду человек это говорит, типа, и вообще про них много чего исследовано, например, там, про травму мозга, потому что исследовались, например, потому что они получали ранения на войне. Вот они, где привилегии-то, да, то есть потому что мужчин, значит, получал дохрена разных травм очень много, и, например, тех же ранений в голову, да, то, значит, мужской мозг и там, значит, как повреждения мозга влияют там на функционирование организма, типа, для мужчин мы это знаем, а для женщин нет. Представляете, в каком невыгодном положении женщины. Никто им в мозг не стреляет в количествах миллионов человек, поэтому исследований по ним меньше на эту тему, надо же. И вообще, я так понимаю, по травматической хирургии, да, то есть все, что касается всяких там медицинных катастроф, военной медицины и так далее, да, потому что, ну вот, женщин угнетают, и поэтому они меньше подрываются на минах, да, там, меньше получают пылевых ранений во все части тела, и поэтому вот, ну вот, так они вот обижены, скажем так, наукой, и лекарства больше тестируются на мужчинах. Это такая привилегия, быть тестером для, значит, для лекарств и для того, какие части мозга там при повреждении, на что влияют. Хорошо, да. Потом, вот, значит, совместимость с... Да, собственно, когда про бюджет говорили, про бюджет не сказали, но, в общем, я думаю, все, кому интересно, тему все знают. Когда сравниваются бюджеты, которые выделяются на чисто женские медицинские сферы, практически в любой стране, но в нашей, по-моему, расхождении, там чуть ли не в 10 раз, то есть бюджет на исследование сугубо женских проблем примерно десятикратно превышает бюджет на исследование сугубо мужских проблем. Мужские проблемы вообще никому не делают, они вообще финансирование не получают. Почему гигантское число лекарств действительно, на самом деле-то, если в аптеку зайти, что из этого предназначено мужчине? А уж особенно звучало просто это, просто, ну вот, это фейс-спаунг. А вот у женщин особые обстоятельства, которые нужно тщательнее там проверять, например, совместимость с контрацептивами, с гормональными и негормональными. А вы не подскажете, а почему на мужчинах не проверяют совместимость с гормональными контрацептивами? А, потому что для них не делают гормональный контрацептив. Вот ведь какие привилегированные, понимаешь, люди, люди, вроде как, люди, тоже люди, да? Да, никому и в голову не пришло для них придумать противочаточные таблетки, да? А поэтому нет и проблемы совместимости этих таблеток ни с чем другим. Ну, логично же, но это же сразу же понятно, что мы привилегированные. Это же не ежур, понятно, да? В общем, вот эта вот вывернутая наизнанку логика, она странным образом вроде вполне звучит вменяемо человек. У меня не какими-то местами проскальзывает эта вот политика цензуры, вот эта вот и линия партии, что называется, все-таки какие-то вот странные такие, какие-то протуберанции вызывает, вот, ну, просто, которые вообще, какая-то, какая-то обратная логика. Там вот даже, ну, просто нет никакого термина. Там спрашивают, что такое женская логика. Вот вам пример женской логики, да. Почему он, значит, лекарства на мужчинах, тестирует на мужчинах, но не проверяет на совместимость с гормональным контрацептивом? Действительно, почему, да? Это же такой сложный вопрос, это так трудно понять. В общем, сама героиня очень хорошо там заостыла внимание, типа, что прям все разное, все разное, в теле все разное, а вот мозг почему-то одинаковый. Да, действительно. Партия постановила, что все разное, включая слух и зрение, но мозг одинаковый, да? Гормоны абсолютно разные, но мозг одинаковый, вот, поэтому, ну, естественно, традиционные, вот это такая магическая, сейчас такая оговорка стала популярная, типа, они не хуже, не лучше, они разные. Ну, если бы они стояли, грубо говоря, по ценности своей в обществе на одном уровне, да, то можно было бы сказать, что они разные. Когда у вас, что называется, есть в семье, если сейчас я про страну говорю, у вас в семье есть, условно говоря, любимые дети и нелюбимые дети, так сказать, родные дети и приемные, то, в общем, понятно, что отношение к родным детям и к приемным разное. И степень заботы, и количество исследований, там, медицинских и немедицинских, там, ну, про правовую сторону я вообще говорить не буду, ладно, это не было в передаче, хотя можно было бы про это тоже поговорить. В общем, я так черту подведу, что очень здоровые мысли были проговорены, и даже местами, что называется, буквально их втирали в лицо этим вот господам с эхо Москвы, и, в общем, втерли неплохо, но с какими-то странными такими местами прорывами в обычной вот такой вот бытовой, как это назвать-то, в бытовую женскую логику, скажем так, даже не знаю. Наверное, так, судьи женщины, наверное, судят, когда занимаются процессами, особенно связанными там с такими психологическими вопросами, типа раздел детей и так далее. Про вот этот момент, что женщины упускают сильно, кто вот начинает вот поддаваться на эти вот там, да, давайте все будем космонавтами, давайте все будем крутыми исследователями, давайте все получим Нобелевскую премию там по точным наукам. То, что их потом, или просто карьеру какую-нибудь там с высокими званиями, то, что их потом может накрыть невозможность забеременеть и родить, про это есть специальная книжка, достаточно хорошая. Это Дэниел Криттенден. What our mothers didn't tell us? Чего наши матери нам не рассказали там, в общем. Это вот про поколение матерей, ну, про американских матерей, которые были воспитаны на вот этих там средних волнах феминизма. Как они сильно подставили, в общем-то, своих дочерей, да, и вот как бы дочь, которая это осознала, в общем, вынуждена это проговаривать вслух, потому что ее собственная мать была исключением. Я постараюсь найти, у нее были какие-то интервью по этой книге там, на английском языке, к сожалению. Она, кстати, время от времени на YouTube появляется и сейчас ведет какие-то подкасты совместные. Я, по-моему, ее Сьюзен Венкер видел, у кого-то еще. У меня книжка стоит на полке, хорошая книжка. Есть какое-то ток-шоу старое, там Стив Пайкин, Пайкин, в Канаде, по-моему, они сидят. Что-то такое там про критис семьи, передача про критис семьи, где нет ни одного мужчины. Но Дэниел Криттенден там была и говорил некоторые очень разумные вещи, такие, скажем, разумно-консервативного толка. То есть просто, ну, здравый смысл, что называется, который нужно иметь в виду женщине, если она вообще какую-то свою биологию осознает. А то тут говорят, что у нас женщина типа врач такой, неофициальный в семье. Ну, в общем, получается, по своим знаниям этот врач неофициальный. Примерно такой же по качеству врач, как и психолог, и как воспитатель, и там, ну, в общем, еще ряд ролей. То есть, как бы роль-то вроде на ней есть, но делать-то она их, в общем, ни знаниями по ним не обладает, ни делать не умеет. Но, увы, такая вот реальность. Про различия в полах лишний раз прорекламирую книжку. От нее много копий сломано, но там все равно очень много разумного, и там всякие актуальные ссылки. Есть сайт, по-моему, парный для книжки, там ссылки обновляют постоянно с новыми исследованиями. Why Gender Matters? Леонард Сакс, доктор, медицинский доктор, и, по-моему, психолог тоже. Вот он сделал такую книжку. Почему пол имеет значение? Там про кучу различий, как по-разному дети мужского и женского пола, как по-разному они устроены. Что, например, там у них, ну, естественно, из этого следует куча социальных следствий всяких. Что им там эффективно и неэффективно. Например, как учиться, эффективно, как неэффективно. Что им полезно, что не полезно и так далее. Есть какая-то книжка еще вертелась в голове, тоже по теме. А, там говорили про игрушки. Наверное, шла речь про игрушки, значит, что там вот никаких... Наверное, если речь шла про Европу, значит, где запрещают, значит... То есть все игрушки гендерно-нейтральные, как в этом видели, такой шуточный скетч про эту... Историю игрушек там про этого, про шведскую игрушку. Ты кто, ягод? Ягод тот, который как ребенок решит, кто я есть, да? Может, я магический поезд? В общем, типа, что в последний пятый день им разрешают приходить с теми игрушками, которые они сами хотят. И, естественно, в этот пятый день дети притаскивают именно то, что им реально нравится. А нравится им странным образом магическим. Девочкам нравятся куклы, а мальчикам нравятся пистолеты. Блин, какая великая тайна. Оказывается, даже если вы четыре дня в неделю как бы впихиваете гендерно-нейтральные игрушки, то это не останавливает детей, чтобы они все равно искали там девочки кукол, а мальчики пистолеты. Странным образом. Какая фантастика, да. По этому поводу хочется вспомнить Кристину Хофф Соммерс. Я ее уже не раз цитировал. Вот это ее известная где-то. Это у нее и в книге как бы есть. И в лекции она рассказывает про исследование компании Hasbro, которое игрушки производило. И там, где они устроили тестовую игровую зону, тестировали какие-то новые продукты игровые, типа что невозможно попасть игрушкой, чтобы она была и для мальчиков, и для девочек, чтобы она нравилась им. И после наблюдений за тем, как дети играют, генеральный директор компании изрекла... Ее посетил инсайт, и она изрекла вслух гениальную мысль. Боже мой, оказывается, девочки и мальчики различаются. Да. Ну, подробнее это, в общем, Кристина Хофф Соммерс в своих книгах раскрывала. У меня ее книжки... Какие-то книжки точно есть. У меня на полке стоит... У меня на полке стоит... Война против мальчиков. War Against Boys. Кристина Хофф Соммерс. Очень ценная книжка, если попадется. В общем, советую почитать. Недавно, кстати, ходила вот это последнее, что скажу. Видели цитату известную там, где такая дама в годах говорит. Сейчас я вам объясню, что такое феминизм там. Там на фоне сидит Майла Янопопулос, да, там. И вот такой у них спор идет. В общем, эта дама общается с залом там, с такой очень полной феминисткой, которая... Не говорите с нами, как с детьми. Не говорите с нами, как с детьми. А она такая в тонном воспитателя. Типа прекратите себя вести, как дети. И тогда я перестану к вам так обращаться. Вот та дама, которая это говорит, это и есть Кристина Хофф Соммерс. Это она, собственно, ставит на место феминистку. Помогает ей на фоне там Майла Янопулос. Вот, наверное, тоже на нее стоит сослаться. В общем, на этом все. Странным образом передача была не такая противная, как подавляющее большинство прочих передач этого рода. Так что, в общем, пусть таких передач будет больше. Мне кажется, это сдвиг в здоровое направление, потому что невозможно все время ехать, так сказать, свесившись. Вроде едете на велосипеде, но при этом свесились всем телом в одну сторону. В общем, упадете все равно. Поэтому такие люди странным образом, да... Между прочим, может, влияет именно то, что человек действительно из науки, из области науки. И науки, в общем, достаточно точной. То есть, где нельзя просто мне так кажется, или я считаю, или я сейчас там вам, там, сказать, полпалец потолок, сейчас я вам нарисую, откуда общества произошли, как они развивались там, как там переходил матриархат в патриархат и обратно. То есть, можно что угодно нести, и никто это никак толком не проверит. Можно любые, то есть, сколь угодно безумную теорию можно изложить, и, в общем, толком ее можно даже особо не аргументировать. Тут человек из строгой науки. Ему приходится просто образ мышления другой, да, он, что называется, следит за словами во всех смыслах. И, возможно, поэтому у него и равноценная, более равноценный, скажем так, равновесный взгляд на вещи. Может быть, это не помешало бы всем остальным, вот, присутствующим в студии, если бы они были не журналистками там, и не кем-нибудь, а кем-то действительно из людей науки. Может, у них бы чуть-чуть крыша была более, более ровно бы стояла, и можно было более равновесные, как бы, и позиции убирать, и людей приглашать, и, в общем, и воспринимать мир иначе. Вот. На этом у меня все. Пока. Ссылку оставляю. И там то, что ссылки сейчас еще вспомнил, найду, вставлю на книжке, в которую я ссылался, и на цитаты. Пока. До связи. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok